Лидия Воскресенская, коренной житель Звенигорода. Ее дедушка Александр Александрович, доктор, был призван на фронт, а отца Николая Александровича по состоянию здоровья оставили в городе. Однажды во время патрулирования мужчина вместе с напарником остановил подозрительную машину. Остановили машину М-ку для проверки документов. Мужчина и женщина в форме советских офицеров. В документах были какие-то неточности. Когда командир патруля скомандовал, значит, Воскресенский, тревога, разбил лобовое стекло, подняли багажник, там взрывчатка, чтобы уничтожить Звенигородский водозаборный узел, Звенигородский хлебозавод. Диверсию удалось предотвратить. Немецкие шпионы были обезврежены. После войны и до самой смерти Николай Воскресенский сам участвовал в автопробегах, посвященных Великой Победе. Теперь эстафету памяти от старшего поколения приняла молодежь. Это патриотическая акция. Общественная палата Одинцовского района уже третья по счету. Памятные места боевого ершовского поселения раньше посещали на квадроциклах и велосипедах. Теперь пришла очередь кабриолетов. Кабриолеты – это все-таки машина победы. Все маршалы наши встречают победу солдат и парады именно на кабриолетах. Ветераны, увидев молодых, очень рады тому, что молодые люди, которые все считают не настолько патриотичными, что они приехали и участвуют в этом мероприятии с такой душой. На пути автопробега несколько остановок. Памятный знак «Рубеж 41-го года». Мемориалы в населенных пунктах Иглова, Каринска и Хаустова. В последнюю деревню в 41-м году из Калужской области к родственникам приехал Ваня Фитчин. До оккупации мальчик работал пастухом. С того момента, как эта территория была оккупирована фашистами, ушел партизанский отряд. Однажды, уже возвращаясь с выполненным поручением, Ваня увидел, что здесь, в деревне, во дворе из одного домов, стоит запряженная лошадь, телега которой наполнена вещами местных жителей. Он не смог пройти мимо и решил перерезать подпруги у лошади, чтобы фашисты не смогли вывезти награбленное. За этим занятием его и поймали. Мальчика пытали, но он не выдал фашистам местоположение партизан. Ваня похоронен в братской могиле деревни Хаустова. Никто не забыт и ничто не забыт, и участники акции помнят подвиг советских солдат и готовы передавать эти воспоминания другим. У памяти и гордости нет территорий. И то, что мы сегодня здесь с детьми и с волонтерами, это говорит о том, что мы отдаем свой долг, который должен отдавать каждый. Потому что память, она в нашем сердце. И благодаря тому, что сегодня мы, наши дети, живы, это только благодаря этим людям, кто лежит в земле. Молодежь помнит, конечно, да, но, знаете, если не повторять и не закреплять, то память, она стирается, да. Поэтому такие акции обязательно нужно проводить. Пока у молодых людей жива память о кровопролитных боях, Великой Отечественной войны, подвигах советских солдат и мае 45-го года. Можно быть спокойными, говорят ветераны. Будущее России в надежных руках. Евгения Августина, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.